МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона расскажем в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Юлия Шевцова. Смотрите сегодня. За год в Тольятти капитальный ремонт провели в сотне многоэтажек. Репортаж с крыши одного из таких домов смотрите через несколько минут. Ограниченные возможности, безграничные способности. Художник Евгений Коровских стал лулятом именной премии губернатора Самарской области. Красная зона, которая разделяет семьи медиков. Как во время пандемии врачи совмещают работу и семью. Наш большой репортаж сегодня. Больше спорта, больше здоровья. Еще одна новая универсальная спортивная площадка появилась в Тольятти по губернаторской программе содействия. Набережная автозаводского района Тольятти вот уже много лет нуждается в полном обновлении. Жители города давно с нетерпением этого ждут. И вот проблемный вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки. Из федерального бюджета будет выделено свыше 600 миллионов рублей на реконструкцию набережной автозаводского района. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона также дал поручение администрации Тольятти перед началом реконструкции обсудить проект с горожанами, чтобы набережная максимально соответствовала их запросам. Реконструкция набережной начнется уже в следующем году. Пятидесятилетие автоваза очень важное юбилей не только для крупнейшего трудового коллектива нашего региона, не только для жителей города Тольятти, для всего региона, для всей страны. Напомню, что к этому юбилею была разработана и утверждена программа подготовки, которая помимо торжественных мероприятий включила целый ряд объектов. Это и строительство новых школ, детских садов, поликлиник, мост через Волгу и реконструкция набережной. С радостью вам сообщаю, что мы в следующем году приступаем к реализации и этого пункта программы. Мы добились того, что в следующем году свыше 600 миллионов рублей выделяется из федерального бюджета на реконструкцию набережной. Конечно, к этим средствам мы добавляем и региональные, поэтому рассчитываем, что уже значительный задел по реконструкции набережной будет выполнен в 2021 году. Ограниченные возможности совершенно не мешают многим людям покорять высоты и добиваться успеха. В Тольятти поздравили лауреатов именной премии губернатора Самарской области, которые ежегодно поощряют людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году лауреатом премии в номинации литературы и искусства стал тольяттинец Евгений Карабских. У молодого человека непростая судьба. Три года назад в результате страшной трагедии молодой человек лишился кистей обеих рук и возможности ходить. Возвратиться к жизни помог художественный талант, который открылся с неожиданной стороны. Евгений рисует, держа кисть в зубах, и создает на своих картинах удивительный и неповторимый мир, полный света и ярких красок. Техника исполнения картин имеет особый индивидуальный стиль. Работы талантливого художника уже видели в Тольятти, в Самаре. И сейчас Евгений готовит новую выставку уже для иностранных ценителей искусства. И вот о чем он нам рассказал. У меня сейчас готовится выставка за рубежом в Норвегии, в городе Осло. Подготавливаются выставки в Москве. Надеюсь еще сделать выставки у нас, в Тольятти, в Самаре. Так что будем работать. Спасибо. И к последним данным по COVID-19. На 4 декабря за сутки в Самарском регионе выздоровело 403 человека. Число заболевших 266. Всего с начала эпидемии в Самарской области с новой коронавирусной инфекцией уже справились более 21 тысячи человек. Как во время пандемии медики совмещают работу и семью? Как красная зона разделяет близких людей? О работе врачей в этот непростой год смотрите в репортаже моей коллеги Игорь Речман. Вечернее чаепитие в этой семье особенно сладко. Не изобилие пирожных на столе, а потому что возможность собраться вместе научил 2020-й может вдруг стать непозволительной роскошью. Супругов Габриэловых, не разлучавшихся с первого курса медуниверситета, их четверых детей в этом году разделила красная зона. Муж мой уже работал в красной зоне. Потом так получилось, что очень много врачей стало болеть. И в 810-м корпусе на седьмом этаже оказалось так, что не осталось ни одного врача. И когда предложили и позвали работать, помочь и прекратить отделение, моя заведующая Елена Николаевна Боднарюк и я пошли туда работать, в красную зону. Старшая дочь Софьи осталась учиться в Самаре. Младший Аня, Данила, Настя вместе с бабушкой уехали на дачу. В то время врачи, может быть вы помните, во многих странах жили вообще в госпиталях, в хостелах, в автобусах и так далее, чтобы домой ничего не таскать. А сейчас попривыкли уже, я переболел, так что нет уже такого страха. Летом, когда наплыв пациентов с новой коронавирусной инфекцией снижался, Надежду вернули в неврологическое отделение. И она дождалась воссоединения семьи. Можно их всех обнять, поцеловать, приласкать. Каждый может подойти со своими проблемами, рассказать. И, конечно, когда все рядом, это счастье. Коллега Надежды, заведующая неврологическим отделением Баныкинской больницы Вера Найденова, встречает сына из школы. Это редкий случай, когда мать и сын видятся днем. Витя, хоть и учится только в четвертом классе, знает мамин график на неделю вперед. Умеет быть самостоятельным и тоже хочет стать медиком. Я за то, чтобы в мире как много больше людей помогали больным людям и устраивались учиться врачом. Его мама в профессии уже 19 лет. Каждый год через ее отделение проходит до полутора тысяч больных. Это всегда работа в круглосуточном режиме, независимо от эпидемии и сезонных заболеваний. Эмоционально приходится сопереживать и родственникам пациента. Но нужно держаться, потому что иначе ты долго не вынесешь. Самоотверженность, чуткость и милосердие, которые нужны каждому настоящему врачу, это еще и неотъемлемые качества каждой матери. Большая благодарность, что я могу совмещать и работу на такую ответственную должность и оставаться мамой. Это благодаря моей маме. Хотелось бы, чтобы условия пребывания наших пациентов улучшились. Это облегчит и помощь инсультным пациентам, улучшит условия работы медицинских сотрудников. Я думаю, что качество оказания помощи тоже вырастет. Игорь Речман, Михаил Цуркин, Владимир Никитин. Новости Тольятти. В этом году в Тольятти капитально отремонтировали более ста многоэтажек. Причем с применением новых современных технологий. Каких именно с крыши многоэтажного дома передает мой коллега Юрий Соколов. Крыша дома на Революционной 7 немного напоминает космическую станцию. Все дело в новых вентиляционных системах. Они постоянно вращаются благодаря втягиваемому воздуху. Промониторив всю полностью рынок, мы пришли к выводу, что надо сделать вентиляцию, которая бы работала сама по себе. То есть без двигателей, самопроизвольная, чтобы туда не попадали щепки, не залетали птицы. То есть травмобезопасная вентиляция. Ремонт кровли проводился по новой технологии. Она позволяет выполнять работы практически в любую погоду. Раскрытые участки сразу же заливаются специальным водонепроницаемым составом. Он быстро застывает и даже проливной дождь кровли уже не страшен. Капитальный ремонт закончился у нас в конце августа. Соответственно, дождей было немало. Ни единой протечки не было вообще. Жильцы очень довольны качеством работы. Такого высокого качества организации труда мы не видели на нашем доме. Здесь было, кстати, опробировано вместо ремонта стяжки. Мы делали вирпластом. Чем больше трещин, тем лучше она заливается, тем лучше держится. Эту технологию мы применяем на фонде капремонта с 2017 года. В выборе технологий подрядчику помогли специалисты фонда капитального ремонта. Они не только контролируют качество выполнения работ, а прежде всего сотрудничают с жильцами и подрядными организациями. Так находится лучшее решение, которое в итоге устраивает всех. Сейчас подрядчик, когда приходит к работам, которые он проходит, во-первых, у него заинтересованность, он взаимодействует с управляющей компанией, со старшими по дому они смотрят, как бы это, и потом уже свой график со всеми согласовывают. Когда собираемся, технические аспекты оговариваются тем, чтобы потом было управляющим компанией проще было эксплуатировать все. Всего же в региональную программу капремонта сегодня включено более 2000 тольяттинских многоэтажек. Более 600 из них имеют специальные счета. Деньками с таких счетов жильцы дома распоряжаются сами. Потратить они их могут на ремонты фасадов, крыш, замену труб и на другие глобальные работы в доме. Юрий Соколов, Владимир Никитин, Новости Тольятти. В Тольятти, в Комсомольском районе, установили спортивную площадку в рамках губернаторской программы содействия. Напомним, эта программа существует с 2017 года и направлена на поддержку социальных инициатив. Жители района сами продумали проект, отправили его на согласование и получили поддержку. Как от правительства Самарской области, так и от корпорации «Тольятти Азот». На открытии спортивной площадки побывала наша съемочная группа. Морозная погода – не повод забыть о спорте. В Тольятти, в Комсомольском районе, во дворе дома 21 по улице Лизы Чайкиной, открылась новая спортивная площадка. И все благодаря инициативе жителей района, а точнее спортсменам из школы Олимпийского резерва номер 11. Здоровый образ жизни и спорт сегодня, по словам представителей инициативной группы, те сферы, которые необходимо активно развивать. Они помогают нашим детям заниматься спортом и саморазвитием, чтобы каждый в нашем городе был спортсменом. Сейчас много ребят, которые занимаются спортом, ходят в разные спортивные центры. Мне кажется, хватает. Губернаторский проект «Содействие» – это поддержка инициатив жителей региона. Благодаря этой программе в Тольятти регулярно открываются спортплощадки. Данное спортивное оборудование, что установлено в Комсомольском районе, предполагается как зона ворк-аута. Проще говоря, площадка будет использоваться для тренировочного процесса, а также для занятий спортом всех желающих. Помогла в реализации проекта в том числе корпорация «Тольятти Азот». Предприятие на регулярной основе поддерживает подобные проекты тольяттинцев. Для строительства различных площадок, спортивных, детских площадок, комбинированных площадок, обустройства этих сооружений, выделяются бюджетные деньги. Но необходимо софинансирование в размере 10%. Ну и «Тольятти Азот» понимает, что на сегодня программа должна быть реализована. А эти 10% нужно как-то все-таки вложить. Мы взяли эту как бы на себя, то есть «Тольятти Азот», софинансировать эту программу. Благодаря вот такой работе мы видим, что люди, особенно молодежь, они могут заниматься прямо во дворах спортом, повышать свою физическую активность. К присутствующим обратился и глава Комсомольского района Артем Анисимов. Здоровье – это основа каждого жителя. И от того, каким будет молодое поколение, покажет, какой город будет в будущем. Ведь за последние только несколько лет в «Тольятти» открылось десятки спортивных площадок. Это как раз говорит о том, что массовый спорт набирает силу. Ну и, конечно же, благодаря губернаторскому проекту «Содействие» мы можем реализовывать многие желания наших жителей. И здесь как раз хотелось поблагодарить активную позицию жителей, которые высказывают и принимают участие в сборе документов для того, чтобы такие прекрасные площадки появлялись. Ну и, конечно же, нельзя не поблагодарить главного социального партнера нашего района, корпорацию «Тольятти Азот». Маргарита Данишевская, Андрей Комиссаров. Новость «Тольятти». И коротко о курсе валют. Спонсор рубрики «Кировская обувная фабрика по ремонту и реставрации обуви». Фабрика по реставрации обуви почти 20 лет производит ремонт и реставрацию зимней и осенней обуви по всей России до полного ее восстановления и обновления. Мастера могут изменить фасон и полностью заменить низ обуви. Гарантия на подошву – один год. Ждем вас каждую неделю с четверга по субботу в ТЦ «Хитон» и каждую субботу в ДК «Тольятти». Центробанк Российской Федерации установил курс валют на 5 декабря. Доллар США – 74 рубля 25 копеек. Евро – 90 рублей 26 копеек. И о погоде спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Лок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...